Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Жизнь в Англии. Сегодня мы отправляемся в магазины, потому что вы писали неоднократно, задавали вопрос, что СМИ в интернете вовсю распространяют слухи, что в Англии пустые полки в магазинах. На самом деле, мы вчера были в магазине, и когда вышли из магазина, я вспомнила, да, мы забыли записать видео, поэтому сегодня отправляюсь второй раз специально для вас. Мы вчера были в городе Лиц, мы ездили в русскую школу, и пока детки учились, мы съездили за продуктами. В Англии принято, да и не только в Англии, я думаю, в Европе, и, возможно, даже в ваших странах, вы делаете тотальную закупку раз в неделю. Так принято здесь, это очень экономит время и даже, могу сказать, средства. Потому что ты сходил один раз, все купил, и в течение недели просто, как мы это делаем, просто заходим за молоком или за хлебом, и этого вполне достаточно. Последние лет 8-10 примерно мы не смотрим новости, мы не читаем новости, потому что придерживаемся такого мнения. Если что-то глобальное произойдет, то мы по-любому об этом узнаем. Чаще всего это Facebook, друзья или просто соседи тебе об этом расскажут. Да, точно так же начиналась пандемия. Но из-за ваших комментариев я специально зашла в Google, чтобы почитать, что пишут СМИ на самом деле, почему все так взволнованы, что у нас пустые полки, и что я там увидела. Оказывается, у нас были пустые полки в июне, в июле, в сентябре и начало октября. Но вы продолжаете писать комментарии, поэтому он все-таки решила прогуляться до магазина, чтобы развеять. Вот опять-таки вернусь, что мы вчера ходили в магазин, это был город Лиц, и все было вдоволь. Вот честно, иногда бывает так, что это были выходные, и, как правило, все едут на большую затарку в выходные. Это пятница, суббота, воскресенье, но даже несмотря на то, что вчера был выходной день, на полках все кишило просто продуктами. И вот сегодня, уже понедельник, и мы вот подходим к магазину, он называется Lidl, и посмотрим, что там творится на полках. И зайдем еще в один магазин, так, чтобы уже точно убедиться, что у нас все в порядке, что мы не голодаем, и у нас все есть. Так, первое, что у нас встречает, цветочки. Овощи на месте, но, да, есть пустая коробка, которую не успели убрать. Ну, вот что-то еще отсутствует. Отсутствует у нас дынька, но, опять-таки, есть другая. Немножко нету какого-то мяска, но, опять-таки, я не думаю, что это потому, что вот прям у нас супер пустые полки, но мне нечего кушать. Как бы, мне кажется, все в порядке. Молочные продукты, различные сыры, йогурты. Мне кажется, все на месте. Ну, вот, сележка с молочком отсутствует, а так, кажется, молоко есть. Хлеб, похоже, тоже есть. Вы не поверите, но есть даже много-много-много-много-много-много-много туалетной бумаги. А вот полочки с замороженными продуктами. Ну, да, чего-то нету, но, мне кажется, не знаю, можно ли это назвать паникой. Мне кажется, просто были выходные, и все затарились. Англичане очень будут полуфабрикаты, потому что это быстрее. Ну, вот как-то так с Лидлом. И сейчас мы пойдем еще в один магазин и посмотрим, что творится там. Вот мы у второго магазина. Сейчас подходим и проверим, насколько пустые полки в этом магазине. Скоро Хэллоуин, и вовсю продаются уже тыквочки. Есть поменьше, есть побольше. Мы еще не покупали, но детям очень хочется украсить дом, поэтому мы тоже что-нибудь купим, но не сейчас. Так, мы пошли к овощам и фруктам. Вроде все есть. Ну, чего-то отсутствует, но вот-таки... Я не знаю, насколько это можно назвать паникой. Я думаю, больше то, что прошли выходные, и все закупились. Самые большие тыквочки за три пунктика. Так, вот у нас яблочки. Все на месте. Фрукты все на месте. Вот, что-то в голову готовое, нарезанное, немножко отсутствует. Идем дальше. Полочки с товаром для Хэллоуина, и сразу уже появляются товары для Рождества. Тоже вроде все полное. Полочки с маслом. Мне кажется, в наших магазинах все в порядке. Полки с макаронами. Я думаю, нет особого смысла гулять по всем полкам. Еще покажем самое основное. Вот хлеб. Тоже на месте. Наверное, посмотрим еще мясо и молочные продукты. Чтобы точно убедиться, что у нас все в порядке. Вот так выглядят полки. Молочные продукты. И здесь тоже мясо продолжение. Тоже все выглядит очень даже в порядке. И вот счастливый фермер. В прошлом магазине мы еще прошлись по замороженным продуктам. А для сравнения пройдем и в этом тоже. Ну вот здесь пицца. Пошли овощи. Ну, мне кажется, что все в порядке у нас. Все на полках. Мы сытые, не голодные. Есть что кушать. Прогулялись по магазинам. Я думаю, мы развеяли все мифы о пустых полках. И это на самом деле не так. Все у нас есть. Все хорошо. Вот когда на самом деле были пустые полки, так это когда начинался коронавирус. У меня есть самое первое видео на моем канале. Я ездила в три магазина с обзором нехватки туалетной бумаги. И что мы еще делали? Макароны и растительное масло. Вот тогда на самом деле, когда ты заходишь в магазин, огромные очереди, все берут вообще вот эти три продукта и все, что не попадя, консервы и так далее. Вот это было страшно на самом деле. Такая громадная паника. И вот пару недель тому назад была такая же картина с топливом. То есть СМИ тоже пустили слухи, не слухи, на самом деле или нет. Конечно, никому неизвестно. Только там высоко. Вот. И когда были закрыты бензоколонки, тоже огромная очередь на бензоколонки, то это было страшно. Тоже так непонятно. Хотя мы старались не поддаваться панике. И на данный момент вот прошло пару недель, и вроде бы все нормализовалось. Вот мы вчера буквально ездили на машине, и приезжали несколько бензоколонок. Они уже были открыты. Однозначно не было очередей. Но издалека с приезжей части было видно, что да, некоторые позиции около каждого пункта заправки что-то было закрыто. Но опять-таки я думаю, что это уже идет все на спад. И в принципе, по большому счету, все нормализовывается. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас все хорошо. И вам я тоже желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока и до встречи в новом видео.